Здравствуйте! Я приветствую всех любителей аквариумистики, а также подписчиков и гостей канала в рубрике подводной джунгли, посвященной аквариумным водным растениям. Меня зовут Алексей и этим видео мы начинаем обзор популярных аквариумных растений из рода Эхинодорус. И в сегодняшнем выпуске я предлагаю поговорить о очень известном с давних времен Эхинодорусе блехера, который также еще называют тысячелистник. В природе Эхинодорус блехера встречается в болотистых местах Южной Америки и как основная масса болотных растений растет обычно корнями в воде, а листья расположены на поверхности. Эхинодорус представляет собой густой куст с удлиненными листьями ярко-зеленого цвета, собранными в прикорневую розетку. Этот Эхинодорус давно известен в аквакультуре, а из-за своей неприхотливости и красивого вида еще и очень популярен среди аквариумистов. Растение образует плотные кусты, достигающие высоту 40-50 см и размещать его следует в центре или на заднем плане аквариума. Также нужно учитывать тот момент, что куст держит много листьев одновременно, не зря же его называют тысячелистником, и растение может полностью затенить пространство под собой. Соответственно там не смогут расти даже самые теневыносливые растения. Температура содержания оптимальна до 28 градусов, но желательно не менее 22. ПХ 6,5-7,5 градусов, но Эхинодорус может расти в более кислой воде с ПХ до 5,5. Жесткость воды особого значения не имеет и может колебаться в значительных пределах. Освещение желательно сильное и рассеянное, но может расти Эхинодорус и при умеренном свете, и даже выдерживает длительное затенение. Световой день 10-12 часов, и при минимальный рекомендуемый свет по мощности, если рассчитывать ватты на литры, то для люминесцентных лам 0,5-0,7 ватта на литр. В качестве грунта отлично подходит заиленная речная галька размером в частиц 3-7 мм. Также хороший эффект дает закладка под корни растения удобрения в виде таблеток, особенно если вы высаживаете этот Эхинодорус в новый аквариум. В интернете мне не раз попадалась рекомендация, что если Эхинодорус растет в тропическом аквариуме, очень полезно дважды в год устраивать ему зиму, так называемую зиму, снижая температуру воды на 1,5-2 месяца до 20-22 градусов. Ну, сам я не проверял такой метод, хотя в теории все логично. Размножается Эхинодорус блехера в аквариуме вегетативно. Растения образуют одну или несколько длинных цветочных стрелок, на которых появляются дочерние растения. Стрелки рекомендуется прижимать к грунту, тогда дочерние растения быстрее образовывают корни и развиваются быстрее. После появления у молодых растений 3-4 листьев и образования корней, их можно снимать со стрелки и высаживать в грунт. И вот, глядя на видео, где у нас скалярии проявляют интерес и плавают рядом с этими Эхинодорусами, хотел еще отметить такой момент, что листья Эхинодоруса блехера отличный субстрат для нереста как раз скалярии. Они очень любят чистить эти листы и откладывать на них свою икру. И на этом наш выпуск закончен. Я надеюсь, что видео вам понравилось и было для вас полезно. Пишите об этом в комментариях. А я желаю вам много удачи в нашем интересном хобби. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok